Приветствую, друзья! С вами Стаймон и игра Train Simulator 2018. В этом видео я хочу поделиться с вами опытом по управлению паровозами в данной игре, на примере локомотива GVR6960 класс 4.6.0 1945 года выпуска. Все паровозы в этой игре управляются примерно одинаково, за исключением малых классов типа 040 и так далее. И то различия небольшие. Итак, подготовим наш паровоз к поездке. Откроем регулятор и больше трогать его не будем до конца маршрута. Включим подачу песка, чтобы избежать боксования. Для паровозов это очень важно. И так как песок у нас не ограничен, больше трогать его не будем. В дальнейшем все управление локомотивом осуществляется двумя рычагами, реверсом и поездным тормозом. И то тормоз используется только для полной остановки. Итак, чтобы начать движение, снимаем с тормоза и открываем реверс на полную мощность. С ростом скорости мощность постепенно снижаем и стараемся держать давление в зеленой зоне. Если не снижать мощность, то разгон прекратится и мы начнем терять давление. Также обращу ваше внимание, что каждый паровоз имеет свое рабочее давление и зависит это от мощности локомотива. В данном случае рабочий диапазон давления от 222 до 225 PCI. После превышения максимальной цифры срабатывает перепускной клапан и сбрасывает давление до 222 PCI. И бояться этого не стоит. Также и не стоит бояться опустить давление в баке до 200 PCI, так как тяга заметно не упадет. Правда дальнейшее падение давления может привести к нежелательным последствиям и нужно пробовать спасать положение. Например, подключив нагнетатель, который в обычном режиме используется для восстановления давления при подаче воды, так как происходит охлаждение котла и помощь в удержании давления не помешает. Теперь о воде и угле. У нас есть стенды, в котором хранятся запасы воды и угля и показаны они в верхней части значков индикации. В нижней части вы видите показания в процентах для самого локомотива и лучше держать их на 100%. И если с углем в принципе все просто, открываем топку и засыпаем до полного, и это ни на что не влияет, то добавление воды связано с некоторыми неудобствами. И как я говорил выше, бак охлаждается и давление падает, так что лучше это делать с использованием нагнетателя. Теперь, что касается поддержания постоянной скорости. Управляем только, и это важно, ручкой реверсора. Вот это. Причем делаем это аккуратно и желательно с клавиатуры. По умолчанию это кнопки В и С. Проследите, как я это делаю на видео. Дальше говорим о торможении, когда поезд начнет подъезжать к станции. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...